Си Цзиньпин выступил с программной речью о сотрудничестве Китая и арабских стран. КНР и государство Центральной Азии создадут рабочую группу по реагированию на чрезвычайные ситуации. В Китайском инновационном центре в Дубае состоялся форум по развитию цифровой экономики. Москва и Пекин укрепляют сотрудничество в сфере анимации. Идея Китайско-арабского сообщества единой судьбы воплощает общее стремление стран к лучшему будущему для всего мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 10-й министерской встречи в рамках форума Китайско-арабского сотрудничества. Мероприятие прошло в Пекине. В нем приняли участие король Бахрейна, президенты Египта, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов и представители 22 иностранных делегаций. Си Цзиньпин выделил пять главных принципов сотрудничества с арабской стороной. Это развитие инновационных проектов, укрепление инвестиционного и финансового сотрудничества, рост взаимодействия в энергетической сфере, расширение торгово-экономических связей и гуманитарных обменов. Мы будем и дальше совмещать наши стратегические планы, укреплять сотрудничество в нефтегазовой отрасли, торговле и инфраструктурных проектах. Кроме того, мы намерены активно содействовать притоку инвестиций, развитию искусственного интеллекта и новой энергетики. Совместными усилиями мы встанем на путь к процветанию. Председатель КНР также подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке не может продолжаться бесконечно. И напомнил о важности принципа «два государства для двух народов». Китай решительно поддерживает создание независимого государства Палестина с полным суверенитетом в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме. Также КНР выступает за официальное членство Палестины в ООН и проведение международной мирной конференции в расширенном формате. Китай намерен выделить дополнительные ресурсы для смягчения гуманитарного кризиса и поддержки послевоенного восстановления в секторе газа. Си Цзиньпин призвал развивать дружественные связи между КНР и арабскими государствами. Это откроет дорогу к успешному созданию сообщества единой судьбы. Китай и страны Центральной Азии договорились о создании совместной рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом стороны объявили после министерской встречи по вопросам готовности к ЧАЭС и ликвидации их последствий. На совещании в Урумчи члены делегаций подписали меморандум о создании механизма сотрудничества в этой области и согласовали план совместных действий. Представители Китая заявили о готовности укреплять связи со всеми своими партнерами в Центральной Азии. Пекин обязался сотрудничать с ними при организации аварийно-спасательных работ и развивать международные каналы связи. Более 200 экспертов, представителей бизнеса и власти со всего мира приняли участие в форуме по развитию цифровой экономики. Мероприятие состоялось в Дубае в Китайском инновационном центре. Участники форума обсудили множество вопросов, в том числе опыт развития цифровой экономики, выход китайских компаний на зарубежные рынки и стимулирование международного сотрудничества. В ходе мероприятия эксперты договорились создать механизм долгосрочного взаимодействия в области подготовки кадров. Форум состоялся под эгидой Глобальной конференции по цифровой экономике, которая впервые прошла три года назад. В этот раз она откроется 2 июля в Китайском национальном конференц-центре в Пекине. В городе Ханьчжоу завершился 20-й китайский международный фестиваль анимации. В нем приняли участие свыше двух тысяч компаний, организаций и специалистов отрасли из 50 стран и регионов мира. На мероприятие Ассоциация анимационного кино России и Китайская ассоциация анимации впервые подписали соглашение о сотрудничестве. Мы рассчитываем на то, что сможем делать совместные проекты. То есть китайские и российские анимационные студии будут находить формы сотрудничества. Собственно, ради этого мы сюда и приехали. По словам председателя Китайской ассоциации анимации, новое соглашение с Россией основано на многолетнем опыте совместной работы. В организации уверены, что производство мультфильмов – очень важный элемент культурного обмена. Мы тесно сотрудничаем с Россией. У нас уже есть несколько совместных работ. Среди них мультсериал «Панда и крош». Сейчас мы продолжаем развивать тесное взаимодействие между организациями двух стран. На фестивале в Ханьчжоу три крупные московские студии подписали документы о сотрудничестве с китайскими компаниями. Мультипликаторы из обеих стран выразили надежду на расширение культурных обменов в индустрии анимации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова